Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. Необходимо обратить внимание, что с марта 2020 года принят указ главы Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевича Николаева о введении режима повышенной готовности, который по сути называется режим пред ЧС, на основании которого глава Республики Саха-Якутия обладает полномочиями по принятию ряда нормативно-правовых актов, в том числе направленных на и вообще которые могут подразумевать ограничения некоторых прав и новые правила поведения. В связи с этим, руководствуясь федеральным законом о чрезвычайной ситуации и руководствуясь соответствующими полномочиями, были приняты решения главы Республики Саха-Якутия о связанной с ограничением входа в места массового скопления граждан на территории Республики Саха-Якутия, по которому установлено, что подобного рода входа осуществляется на основании системы QR-кодов. QR-коды предоставляются двум категориям граждан, к которым относятся прежде всего граждане, переболевшие в течение последних шести месяцев новой коронавирусной инфекции и граждане, получившие соответствующий QR-код в результате вакцинации. На территории Республики вакцинация непосредственно осуществляется достаточно сегодня с высоким набранным темпом. Это дает нам основание говорить о том, что сами по себе и темпы прироста заболевших, они снижаются. На настоящий момент, по данным управления Роспотребнадзора, выявлено 290 новых случаев. Новая коронавирусная инфекция в городе Якутске – это 139 случаев. Осложнилась немного ситуация в Алёкминском районе, но ряд мер, безусловно, главой района, оперативным штабом и главным врачом приняты. Это 17 заболевших. В Амгинском и Нюрнгринском районе по 14, в Мегино-Кангаласском – 12, в Алданском – 11, в Хангаласском – 10, в Ленском и Салданском – по 8. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 14 районах Республики. На настоящий момент, соответственно, ведется медицинское наблюдение тех граждан, которые имеют соответствующие признаки новой коронавирусной инфекции и определяется в том числе и круг их контактных лиц для того, чтобы, соответственно, ими соблюдался в обязательном порядке режим самоизоляции. По информации медицинских организаций Республики, в Республике фиксируются случаи тогда, когда граждане не обращаются за медицинской помощью, в связи с чем осложняется в последующем и их лечение, тогда, когда непосредственно человек находится на больничной койке уже изначально в тяжелом состоянии. В целом, на лечении медицинских организаций в тяжелом состоянии сегодня количество пациентов уменьшилось, 152 пациента, на ИВЛе находятся 43 больных. Наиболее напряженной эпидемиологической ситуацией является ситуация в Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Мусь-Алданском, Татинском, Сунтарском, Алёкминском и Хангаласких районах. В руководственном оперативных штабов этих районов принимается решение об обведении ограничений, связанных с обучением граждан, об обучении детей, нахождении их в детские сады. На 10 ноября 2021 года в Республику поступило 528 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцину уже сегодня 424 112 человек, что составляет 59,2% от взрослого населения Республики. Достаточно активными темпами в Республике идет ревакцинация граждан. Это прежде всего на ревакцинацию должны прийти те, кто переболел по истечению 6 месяцев, и те, кто привился также по истечению 6 месяцев. Получили первую вакцину у нас среди лиц старшего возраста 81 128 лиц старшего возраста. Это составляет 57% от общего количества лиц старшего возраста старше 60 лет в нашей Республике. Необходимо обратить внимание, что ограничения установлены для лиц старше 60 лет невакцинированных, которые в обязательном порядке должны либо работать на удаленном режиме работы, либо же непосредственно по решению работодателя решать вопрос по продолжению работы, исходя из условий организации и, соответственно, не нарушая материальное положение работника. Необходимо сегодня обратить внимание, что, конечно же, введение QR-кодов вызывает ряд вопросов у граждан Республики. И, безусловно, на все вопросы сегодня мы отвечаем как через соответствующие социальные сети главы оперативного штаба Министерства здравоохранения для того, чтобы снять эти непосредственно проблемы, которые возникают, и разъяснить это гражданам. Сегодня необходимо обратить внимание, что даже небольшой локдаун говорит об уменьшении количества тяжелых на койках в наших медицинских организациях.